В этой схватке Глеб Михалев, борец из Самарской области, уступил сопернику из Новосибирска. Говорит, не смог удержать темп во втором периоде. Соперник попался серьезный. Греко-римской борьбой спортсмен занимается уже 7 лет. Здесь, как в жизни, рассказывает юноша, важно держать темп и уметь принимать удары. Выбрать темп, которым я смогу работать всю схватку полностью и не уступать. Самое главное, не уступать в схватке, как правильно провести прием, правильно выбрать тактику. Вообще соревновательная деятельность, она вообще прибавляет много опыта. Есть цель, не ставлю пока большие. Все постепенно. Следующее, я думаю, Европа. Очень хочу туда попасть. Впереди у Глеба еще много тренировок. Он ставит перед собой амбициозные задачи – выйти на европейский уровень. Такие соревнования, как «Новая высота», помогают проверить себя и прокачать свои силы. Турнир всероссийский проходит уже во второй раз. Победа открывает спортсменам новые горизонты. Они получат шанс попасть в сборную команду Российской Федерации по этому возрасту. Я могу вам сказать, что двое ребят, кто боролся на турнире 2019 года, они уже проявили себе один первенство мира, второй, кто сегодня стал лауреатом, победили Европу. Уважение к тренеру, уважение к делу, которым все мы занимаемся, и уважение к тем, кто занят с нами одним делом сначала, а к тем, кто это делает чуть лучше. Обоснованное уважение, соответственно, чуть больше. В этом году в соревнованиях принимают участие 300 спортсменов из 30 регионов страны. Схватки проходят в 12 весовых категориях от 42 до 120 килограммов. У нас есть золотые медали «Первенство России», «Первенство Европы» и «Первенство мира». Я нисколько не сомневаюсь, что ребята, которые сейчас пройдут через вот этот непростой турнир, потому что вы видите, география расширяется, спортсменов больше. Я нисколько не сомневаюсь, что мы этих ребят увидим на небослоне не только российских, но и международных, и олимпийских соревнованиях. И они прославят нашу великую и могучую страну. Турнир проводится в память о знаковом для современной России человеке, строителе, благотворителе Игоре Найвальте. Под его руководством построены сотни километров железных и автодорог, миллионы квадратных метров жилья, более 30 крупных спортивных объектов и более 70 храмов по всей России. В Самаре он руководил проектами возведения железноторожного вокзала, храма великомученика Георгия Победоносца, жилого комплекса «Ладья» на Самарской набережной, которые теперь являются визитной карточкой города. Игорь Найвальт сам занимался борьбой и на протяжении всей жизни оказывал огромную поддержку развитию детско-юношеского спорта тысячам спортсменов в России. Мария Левина, Константин Головин. События.